По поводу организации мероприятий, немножко самопиар, я практик в этом плане. Мы в книге «Рекордант Финанса» сделали самый большой тренинг в мире по бизнесу, онлайн-тренинг. Его записало почти 98 тысяч человек и в прямом эфире от начала до конца весь первый день отсидело больше 12 тысяч. Я считаю, это прямо. И мы собираем в офлайне регулярно тысячники, мероприятия больше тысячи человек. Их инфекция каждый год собирает у нас около 2,5 тысячи в Москве. В прошлом году она была на слоу-выне, поэтому мы сошли на слоу-выне. В целом мероприятия, чтобы собрать большое мероприятие. В этом заявлена моя инфекция для сегодняшних дней. И мне хочется, чтобы понять, кто из вас организовывает мероприятия в Академию, чтобы вам что-либо рассказывать. Так, отлично. Кто из вас организовывает в онлайне мероприятия? Так, их мало. Кто из вас в офлайне организовывает? Так, каких больше? У того же больше тысячи про офлайнов скажу. Потому что они немножко разные. Собрать большое мероприятие – это не такая простая задача, как мы ее воспринимаем. Это организация состоит из множества движущихся частей. Давайте пошагово я вам покажу, из чего мы собираем большие мероприятия. И вот тысячи человек онлайн. Потому что если вы онлайн собираетесь, то это можно. Первая должна быть большая идея. Потому что просто мероприятие про мероприятие уже никому не интересно. Потому что в основном, даже если в онлайне вы внимательно наблюдаете за рынком, после нашего бизнеса, который мы взяли в 2012 году, рынок онлайн-конференции взорвался. И теперь под каждой, если не ведет онлайн-конференции, то либо участвует, либо выступает. И у вас, наверное, как и у нас тоже, каждый день в футбоксе падает несколько десяток приглашений выступить, зайти, помочь, формиарить и так далее лежать. В этом дело шума еще никто натерялся. В том числе и в офлайне немножко попроще, потому что слава богу, этот агент стоит денег. У нее у всех есть бюджет. Для того, чтобы сделать онлайн-конференцию. Нужно всего лишь желание. И, в принципе, все. Для оффлайн-конференции нужно все-таки бюджет. Но не собираемся под большую идею. Без идеи людей собрать вместе очень тяжело. Это первое. Идея должна быть что-то связанное с отдачей в мире. То есть мы будем следовать. Потому что идея, если идея, я хочу заработать новую лексию с ним, она как-то не очень греет. Или идея, давайте мы сейчас завоевим весь мир, она тоже не очень интересна стала. То есть здесь как раз наблюдайте за трендами и меняйтесь. Каждый год рынок меняется. Каждый год... Если вы продолжаете проводить одно и то же мероприятие, мы инференцию проводим с путь пятого года. Мы каждый год меняем форматы. Мы каждый год в поиске новых форматов, новых спикеров, новых тем, для того, чтобы лучше помочь нашей аудитории. Вам тоже придется меняться. Если вы делаете одно и то же, людям не интересно. Но если вы делаете что-то концептуально новое, то людям тоже не интересно. То самое странное. То есть первый раз конференцию собрать, первый раз в большое мероприятие собрать будет очень тяжело. Это очень искусно-рог roamкий процесс. Поэтому, собирать большие мероприятия разово, даже забудьте проекты. Вы в лучшем случае отобрете множество. Если мы собираете большие мероприятия, лучше собирать серию. Лучше понимать, как вы этот паток будете дальше делать. Дальше, следующее, помимо большой идеи, вам нужна команда, вы один сам не исправитесь. Команда, которая будет отвечать в том числе за сбор организаторов, которые будут вам помогать. То есть вы самому собрали тысячи человек крайне тяжело. Две тысячи, три тысячи тяжелее на порядок. У вас все уверен, в вашей теме есть организаторы более мелких мероприятий, которые могут привести 20 человек, 50 человек, 100 человек. Таких много, таких относительно много. И гораздо проще придумать систему, в которой вы с ними наладите личный контакт, их заинтересуете, приведете, что они привозили вам людей. Тогда сбор тысячника это всего лишь 20 человек на 50, то есть 50 человек на 20. Ну а с этими людьми нужно работать, с ними нужно устраивать отношения в долгую. Их нельзя не дать. К сожалению, большая проблема нашла. Я не знаю, встала нам из-за этого или нет. Когда человек обещает одно, а на деле оказывается немножко другое. Или совсем другое. Или вообще ничем не оказывается. Нужно смотреть, ну то есть и организаторы тоже. Вы как в орге, вы тоже наверно наелись таких приглашений помочь, когда вы начинаете помогать собирать какое-то мероприятие. И вы понимаете вдруг, что либо мероприятие пустышка, либо организатор проделал пустышку. Поэтому риски свои тоже. Смотрите здесь. У кого были проблемы с организаторами собираетесь? Ну вот смотрите. Утрените ручку. Следующее, что важно понимать. Помимо организаторов организаторов, мероприятие лучше, если вы продаете. То есть если вы, кто коммерческие мероприятия собираетесь? Кто деньги на это зарабатывает? Давайте по деньгам поговорим. Что это затрата. Это слайд, это затрата. То есть если вы хотите заработать, не знаю как вам, но нам точно хочется заработать. И здесь что помогает? Я буду рисовать, потому что визуальная помощь будет лучше. Очень сильно помогает, если у вас многошаговая продажа, многошагового, то есть разных пакетов на мероприятиях. То есть вы должны, вы обязаны просто придумать, как вам привлечь максимальное количество людей на самый дешевый пакет. И как вам этих людей хотя бы, то есть у вас будут люди, которые будут покупать разные уровни вне зависимости от того, что вы предлагаете. Это не из-за того, что вы такой, не из-за того, что идея такая, это не из-за того, что мероприятие такое, а из-за того, что люди такие. То есть если мы посмотрим на линейку продуктов с точки зрения покупательной способности, что мы заметили? Есть всегда люди, которым интересно бесплатно. И если за мероприятие необходимо заплатить 300 рублей, они не пойдут. Вот, 100 рублей они не пойдут. Им нужно бесплатно. Там можно немножко играть. То есть бесплатная мероприятия с организационным взносом. То есть вы платите всего лишь за зал, за опуснос. А если вы в эту игру играете, давайте вторую игру выцепляете, выцепляете бешевую. Бешевая аудитория. То есть до 1000 рублей. Тут интересная вещь. Как же, что аудитория кардинально разная за 300 рублей и за 500? И за 1000. То есть, казалось бы, 200 рублей разница, но такая разница, на самом деле. Это дешевле, чем Starbucks и кофе с чем-то выпьет. Но за 300 рублей приходит одна аудитория, за 500 рублей другая. Мы тестировали в разных мероприятиях. Мы тестировали в бизнес-мероприятиях, в личностном росте, в конференциях и так далее. По качеству получается и в маленьких, и в больших. Совершенно разная аудитория. Если вам хочется качества, вы поднимаете цен. Если вам хочется хорошего качества, ниже 1000 не опускайтесь. Потому что есть люди, у которых положение будет такое. По 300 рублей мне не жалко, за 500 лучше Финосору. И вы понимаете, какую аудиторию вы будете привлекать. Так. Дальше, по платежной способности. Есть люди, которые готовы платить в районе до 5. Средней дороги, не знаю. Здесь тоже довольно интересно. Потому что это люди, в основном, профессионалы. У них бюджет. Они понимают, что им психологически тяжело пройти этот рубеж. И заплатить больше 5. 3 нормально. 4 и 500 тоже нормально. Особенно, если вы вам объясните, почему это 5, а не 3. Раньше было 3. Если бы вы раньше заплатили, это было бы по 3. Вчера было по 3, а сегодня уже по 5. И человек, еще с своего нормального карта, это понимает. Потому что в районе были платы, и все так опять. Но больше не. Это, они хорошо реагируют. Но на них много денег не сделано. Единственное исключение здесь такое, что если вы продаете базовый пакет, а потом ваше дело продаж им дозванивается, узнает, зачем они приходят, и долго дает им следующий выпуск. Часть из них закрывается дальше. Потому что люди, которые считаются профессионалами, очень не любят говорить «нет». Особенно, если у вас есть вир-блоки, премиум-блоки, плоды и так далее, и так далее. И когда вы возьмете, что у вас базовый пакет. Да, очень важно еще название пакетов. За 5 тысяч – это базовый пакет. Это не средний, это не пол, это ни в коем разе никаких вербальных поощрений. Это базовый или даже эконом. Мол, чтобы вот люди, когда приходили, да, за тысячу этот пакет для малой пущи. Да, ну, ничего родного называть не очень хорошо. Но в целом, если, как бы, человек покупает, он говорит «Ладно, за тысячу я скажу». Я ему говорю «Свай, мы только купили пакет для малой пущи, совсем много денег, да? Давайте вот это вам посоветовать что-нибудь». И человек понимает «Нет, я случайно, я не отложал, я для этого поле заплатил». То есть здесь психология тоже влияет. Но, опять же, если у вас есть куда их продвигать, если у вас есть сразу точка покупки, вы поймите, принять решение сходить на мероприятие – это сложно психологически. Надо выбрать дату, надо сдвинуть все остальное. Если это в Москве, надо туда идти, или в выездной, надо приехать. Мы делаем два раза в год выездные по миру – 11 ноября в Майами. Это нужно выбрать в неделю свое время, туда лететь, там еще тусить, ну, как бы, после этого не спать. Это сложно. Поэтому человек, когда уже решился, ему поднять его на следующий уровень проще, чем человек, который не уверен в продать конференцию, в продать его предприятие. Дальше, следующее. Есть профессионалы, которые покупают пакеты до 15-ти. До 15-ти, наверное, это вот такая стандартная 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 стандартная. То есть, они должны понимать, что они соблюдаются что-то больше, чем просто приступ к мероприятию. То есть, если вы просто в лоб начинаете продавать, за 10-15 тысяч у вас продавок будет не очень много. Смотрите, с точки зрения психологии мы выделяем 4 типа людей. Есть человек, знай как, знай. Это люди, которые хотят все сдать. Вот, вы, наверное, видели, они, если у вас есть, помимо мероприятий, еще есть выставочные столы, и там что-то бесплатно раздаются. Это люди по ресурсу. Которые, вроде, да, и в пакет скрывают все, что бесплатно раздаются. Им не маяфа там. Продажа экскаваторов берем. Там. Баршюры на японском языке берем. Да, то есть, им все равно. Они знают, они хотят все знать. Они боятся что-то упустить. Они приходят в самые первые и уходят в самые последние. То есть, это именно отдельная категория. Мы их поощряем. Если мы говорим с точки зрения внедрения информации, они не готовы ничего внедрять. Они находятся в первоначальном. Они говорят, я готовлюсь. Я, поэтому, пришел на мероприятие, чтобы узнать. У них главная цель – узнать. Причем, если у вас мероприятие, которое обещает, если вы не большие конференции устраиваете, а маленькие мероприятия, относительно маленькие мероприятия, тренинги, например, которые вы обещаете конкретный результат, то эти люди будут говорить, если вы обещаете, ну, вы заработаете, так сказать, 100 тысяч рублей. Они говорят, я хочу узнать, как заработать 100 тысяч рублей. Они не говорят, заработать 100 тысяч рублей. Они говорят, узнать, как их сделать. Это очень важно. Это знание. У них знание – ценности. Причем, они все уверены, что они, на самом деле, другие. И это просто временно. Они решились, они, на самом деле, деятели. Они очень много их делают. Но у них делание поменяется в хождении по тренинговым интересам. Дальше. Следующее. Давайте вот делатели. Деревья, деятели. Теперь делатели. Они совершенно другие по психологии. Они приходят не на все мероприятия. Они будут прийти, сейчас послушать, как мне хватит уйти. При этом, они как раз 20-25 больше денег. У них времени нет. Они не приходят на трех нервных мероприятиях. Если они приходят, то они работают. Но задача свидетеля – узнать одну-две-три фишки. Который может сразу внедрить. Ему неинтересно тридцать, но значит, он их не внедрит. Здесь, наверное, самое интересное. Я в коуче Гердена Геннаде уже много лет. Это один из десяти ведущих продуктологов мира. И у него я наблюдал такую интересную картину на одной зимовке в Греции. Первая лекция. В Греции полтора часа, рядом со мной сидит. Мужик лекторатночку все записывает. Потом встает, покурится и собирается уходить. Я говорю, а вы возвращаетесь? Он говорит, не-не-не, все, я уходом улетаю. Я в шоке. Я говорю, а, да-да-да. Четыре дня. Которые две секунды тысячи долларов стоят. Я говорю, а как? А зачем? Почему? Он говорит, а мне хватит. А я больше не публику. Я вот сейчас подойду к записью. И они мне потом побольше продадут. Я потом послушаю, когда мне надо будет. И все. Но сейчас, когда я услышал несколько вещей, мне их хватит на следующих интересах. То есть на следующих полугодов нечем заниматься. Это вот типичный вариант вот этих. Это не значит, что это плановое поведение. Оно другое. Вы их тоже должны понимать. Время. Время ценнее. Деньги можно заработать. Время от разных категорий нельзя. Следующее. Это тусовщики. Тусовщики тоже интересно. Только они приходят из-за того, кто еще приходит. И в ваших мероприятиях, особенно в дорогих мероприятиях, в партнете, вы мыши рынка поддаете. Очень здорово показывать. У нас будут вот это. То есть поступатели, вот эти спикеры. Мы все плановые спикеры. Но параллельно еще показывать, кто еще будет на конференции. Или собирать контакты всех выступающих и делиться. Или в отдельную группу в контакте. То есть каким образом им нужны контакты. Они не хотят знать, как что-то сделать. Они не хотят это сделать. Они хотят знать того человека, который это делает. И вот эти люди друг с другом меряются. Если знаете, не меряются, что они знают. Деятели меряются, сколько денег они заработали, например. То тусовщики меряются, у кого пусть друзей больше. Так типичный вопрос вам может быть. А сколько у вас во втором круге лентына? А у меня 2,5 миллиона. Да, это типичный, вот этот тусовщик. Это человек, который собирает контакты ради контакта. И четвертый вопрос, это контакты. Они не совсем тусовщики. Им нужны контакты, чтобы кому-то помочь. Они вот всех соединяют. Они всем помогают. Они говорят так, я знаю человека, у них. Или я знаю, что тебе надо делать. Это контакты, они соединяют людей. Все 4 хорошо покупают, но все правильно продавают. Если вы продаете одним, как другим, они не будут покупать. Если вы продаете деятелям, а предпринимаете, зная, как им неинтересно. Это понятно, что? Теперь, если мы в целом, дальше тоже психологию закрыть тему, в целом есть любой целевой аудитории, на которой вы продаете. Во-первых, она не однородна. То есть там есть группы, которые лучше покупают. Причем группы, которые лучше реагируют именно на вас. Почему это происходит, я не знаю. Но нам все равно, почему это происходит, мы это видим, используем, наблюдаем и используем. В целевой аудитории есть группы, которые будут лучше реагировать. Всегда внимательно просматривайте список тех, кто вписался. Лучше, если кто-то разманивает, и вы понимаете, откуда они к вам пришли. Часто бывает только большая группа людей. Даже из разных источников. Они примерно одинаковые. Если вы понимаете, что в этой целевой аудитории есть какая-то группа, мы называем ее «Аватар», определенный, то мы начинаем рекламироваться только на них. Мы говорим, а как еще таких больше привезти? Как сделать так, чтобы вот эти, не вся целевая пришла, а вот те, кто хорошо платит, нам они интересны. Как сделать так, чтобы их было больше и рад? Это первое, что мы должны понять. И второе, в целевой аудитории, с точки зрения психологии, у нас есть две группы. Те, кто хотят стать, хочу стать, и те, кто уже профессионал. Даже если вы делаете профессиональные конференции, всегда понимаете, что хотение монетизируется лучше. То есть, люди, которые хотят кем-то стать, у которых что-то не получается, и у них это болит, они хотят поменять, они сразу заплатят за кружок профессионалов. А человек, который уже профессионал, он с негативом остается с деньгами. Вообще считают, что нужно бесплатно кружить, потому что он уже профессионал. То, что он сидит в зале, а человек выступает, понятно, что хуже, чем он. То есть, если я уже был профессионал, а тот выступает не совсем профессионал, потому что мне что-то речь не нравится и так далее. Очень сложная виктория. То есть, они приходят все равно, но вам лучше работать над людьми, которые хотят стать профессионалами. Ну, например, не знаю, любого большого бренда, возьмите Harley Davidson, например. У них есть зимой-зимой американский рынок, есть две отчетные разные группы. Есть байкеры, которые на байках наделись, на байках ездят, а не на байках умрут. У них обычно эти байки не так, то есть, у них байк есть, но не так много денег. То есть, он обычно либо поддержанный, и они не так часто меняют байк. А есть еще огромная группа программисты, сноводологи, юристы и так далее, которые раз в месяц хотят выходить на байки. И вот это хотение монетизируется гораздо лучше. Они могут купить два байка, они больше денег на байк тратят, они больше денег на аксессуары тратят, они больше денег на школы в Европе тратят и так далее и так далее. То есть, вам нужно понимать, кто именно хочет, не уже профессионал, а точно. Так, все это нужно. Продолжаем тему с деньгами, я понимаю, что она слухая, но это финансы, я не знаю, если вы опять бизнесом занимаетесь и в клубе, то это важно. Следующее, есть вот здесь такая аморфная категория RIP. С RIP интересная штука. RIP это 50 плюс. Есть люди, которые готовы поднять у нас в конференции стандартный пакет 15, 50, 150. Есть люди, которые платят 50, есть люди, которые платят 50. Они платят, потому что, с точки зрения психологии, опять расскажу. Кто из вас смотрел сериал «Сэк в вашем городе» и не боится на 15? Помните там одной из серий «Темненькая», «Шарлотта», по-моему ее звали? Они обсуждали туфли, где-то распродажа, надо сбежать срочно, туфли дешево и так далее. И «Темненькая» говорит, а я не наеду. Они смотрят, ну как поедут, как туфли. Она говорит, я не могу себе позволить, чтобы меня увидели на распродаже у людей, у которых есть статус. Вот, интересная речь. У людей, у которых есть статус, они статус вделять не хотят. У людей, у которых статуса нет, они не понимают, зачем им нужно. Ну, как говорится, нет статус, и бог с ним. А у людей, которые есть, они за него очень сильно держатся. И вот эти люди никогда не купят «Темненькая», никогда не купят «Носередняя». Они всегда тяготеют к самому дорогому. Им нужно будет это правильно продать. Вот, первое, нужно показать, что там не будет бесплатно по 300 рублей. Потому что они вот пользуются у маленьких. У меня, мы делаем, опять же говорю, выездные два раза в год. Там ценники 150-300. 150 – базовый блок, СВ блок – 300. И туда где-то четверть группы приезжает, для них это первая транзакция. То есть у нас есть дешевая трения, у нас есть бесплатная трения, у нас есть средняя, у нас есть книги. У нас есть полгода. Четверть группы – первая транзакция. Я тебя спрашиваю, почему? Я говорю, мы не хотим людей, не хотим там для студентов. Вот там где-то все с голубыми глазами, но надо это денег, нам не интересно. Нам хочется быть с адекватными людьми, с которыми есть с чем поговорить. Если я твачу неделю своего времени. Я хочу быть в группе, в которой я привык к определенному формату общения. Я этого хочу, мне все остальное неинтересно. Им очень сложно продавать, если вы сам не такой. Вот если вы VIP-ом никогда не были, вам будет очень тяжело. Потому что вы будете, если вы будете продавать, особенно если ваши работники будут продавать, Часто они продают зло, а ты сволочь. Как бы ездить в инференцию за такие деньги. Вот это невербальное придается, так продать тяжело. Им нужно опять отдельный бизнес-класс. Ведь если подумать, самолет разбит на бизнес-классе эконом. Но эти все люди одинаково прилетают с точки А в точку Б. То есть за перелет денег лишних, за физическую доставку человека, я не беру. Беру за кафор, беру за сервис. Здесь то же самое. Теперь, если вы организовываете мероприятие, давайте поговорим, какие вещи улучшают и его посещают. То есть, что еще кроме вашего основного мероприятия можно добавить для того, чтобы люди приходили? Потому что нужны все степенные выгоды. Первое. Им нужно что-то, что они могут привести с собой. Очень важно. Чем больше этого разного, тем лучше. Часто можно взять информационных спонсоров, которые стараются называть диск, книжку, раздатку, рекламу и так далее. Еще можно бегать в этом заработать отдельно на спонсорах. Но вот что-то, что человек привезет с собой. Причем нам интересно. О, на этой мероприятии пакет большой, а на другом пакет маленький. Люди еще смотрят, что они с собой у нас. Дальше. Второе. Есть такое понятие «бавильность-реморс». Когда человек платит вам деньги, вынуждается, блин, а правильно ли я это сделал? Его нужно быстро переключить с «правильно ли я сделал, пойду ли я не пойду» на какое-то действие. То есть в смысле надо включить это действие. Очень хорошо работает. Если мы даем человеку, который только сделал регистрацию, мы ему даем что-то скачать. Скачайте вот это. Это предварительные задания, это могут быть какие-то уроки, поставите лекции, интервью, записи прошлых лет. Что мы даем скачать? Тогда человек перестает думать и начинает скачать. Если этого много, нужно на каждый файл нажимать, нужно email подтвердить и так далее. Когда зайти в личный кабинет, плагин пароль, пароль по смс. То есть чем больше вот этих вот движений, тем лучше. То есть здесь задача, чтобы человек вложил время. Здесь именно скачать, просмотреть, обязательно посмотрите вот это. Всегда можно в любую инфляцию придумать что-нибудь. Давай дать еще. Третье. Давайте поговорим про инфляции, которые помогают продавать мероприятия. Особенно большие. Одна из иллюзий, которые есть у людей. Которые физически невозможно осуществить, но все ее хотят. Это самое последнее время. Или самое последнее время. Я приду и там будет все. Вот они хотят все. Важно дальше помочь им показать, что вот. Даже это можно описывать словами. Это если вы в этом году идете на одно мероприятие, вы должны быть здесь. А все остальное можно забыть. Почему? Потому что у вас будет вот это и вот это и вот это. И вот такие. Вот иллюзия всего. Человек приходит и там от начала до конца все его нужды на определенную тему закрыты. Понятно? Или объяснить еще раз? Понятно. Вы называете вопросы. А то я так в темноту не отвечаю. Нет, послужились? Так, проверка. Следующее. Люди хотят инструменты. Особенно взорвало бы там, где уже не первая конференция идет, и уже они это слушали от кого-то другого, по-другому и так далее. Один это инструмент. Что сходит как инструмент? Майнмап. Русский язык это монет интеллектуальная карта. Это древовидная структура информации. Та же самая информация в тексте мне интересна. А информация в виде дерева, вы говорите, что ура. Особенно здорово, если вы сможете сделать огромный майнмап, распечатать его на огромном плотере и принести его показать. То есть вы его разворачиваете вот так, на 4 метра, и вот этот майнмап я вам покажу как бонус вместе со своими выступлениями. Вот это идет как бонус вместе с каждой регистрацией, кто сюда приходит. И здесь уже та же информация, но в майнмапе ценится гораздо больше. Видно стоит много, она визуально на одном листе. Дальше, следующее. Это чек-листы. Дожми сюда, сделай это, проверь это и так далее. Здесь хорошая книга должна быть тему чек-листов. Не помню, как это переводит на русский. Но именно о силе чек-листов. Чек-лист, по которому ты провели, ты сделал мероприятие или что-то сделал, и ты проверяешь по чек-листу все и ты принес. Это как в магазине. Такое, женат есть кто-то здесь, мне не знаю, по мужской бумаге и бумаги покупает. Это вот тоже самое, это вот типичный пример чек-листа. Следующий инструмент, это сервисы. Так, а что вы чек-листы? Они важны. Опять, форма в оркестре. Я здесь странную вещь, как вы готовы в ней, в этой комнате. Форма в оркестре содержания. То есть здесь мы еще дадим вам 16 чек-листов. О, 100 уроков, куда подписаны. Ну, то есть они должны быть полезны для целевой аудитории, да. Но они могут быть даже не по теме, которую вы ведете. То есть просто полезны. Целевая аудитория важнее, чем помочь людям важнее, чем тема заявления. То есть тема – это повод, чтобы они пришли. А на самом деле задача – эмоции для людей, когда вы почему-то что-то помогаете. Также какие-то сервисы. Мы вам дадим три месяца вот этого, и два месяца вот этого, и четырнадцать дней вот этого. И сервис опять, ну, там, с партнёрами. Паркнёртись там, ЛП-генератор какой-нибудь, может, там, на тридцать дней вот этого. И дальше следующее, давай, пятое – это все эти купоны. Купоны на скидки, купоны на бесплатное. Это тоже важно. Это обычно вы сами даёте. То есть мы на своих мероприятиях, например, мы продаёмся наши продукты и тренинги с тридцать партнёрной скидкой. Это, во-первых, чтобы замотивировать, чтобы люди больше тратили, и чтобы дать людям возможность больше купить. И скидки партнёрских тоже очень важно. Дальше шестое. Что ещё можно давать? Можно давать какие-то большие курсы или программы. И книги. Интересная речь по поводу книг. Если ваша аудитория не привыкла покупать на конференции, тогда в первые транзакции завозули книгами. Люди знают, что как купить книжку, они не боятся книгу, и они расстаются с деньгами охотно. 300 рублей, 200 рублей отдают, покупают, повторяются, хочется подписать и уходят. Если же ваша аудитория привыкла покупать и ожидает, что будет продажа, тогда книги убивают продажу дорогих продуктов. Почему? Потому что человек закрывает необходимость внутреннюю книжку. Он говорит, я сначала книжку прочту, и вы все знаете, сколько людей после этого читали эту книгу. То есть они хранят эту книгу, но не читают. И, соответственно, ничего не покупают. Поэтому если вы продаёте свои продукты в тренинге, не продавайте книги. И если у вас длинные мероприятия, мы что обычно делаем? Мы до первого перерыва книги продаём, потом они у нас убираются и они как-то проданы. Даже если они есть, мы больше не продаём. И дальше начинаем продавать уже что-то дорогое. Да, просто вы мне сказали про купонность и 30% респекта в ваших мероприятиях. Можете чуть-чуть мне рассказать об основном времени, как повышать цену в год на сроке? Но это только во время мероприятия. То есть пока вы в этом, если бы это было моё мероприятие, у каждого из каталогов прайс есть. Я бы рассказал, что в каталоге и сказал, что 23% спектра. Только во время мероприятия. Если это многоедневные мероприятия, можно спектру понижать. 30%, завтра 20%. Тоже вполне себе работают. Быут люди, которые... Очень интересная вещь. Есть люди, которые реагируют только на повышение цены. То есть когда поздь уже ушёл, вчерашки, и вот он ещё уйдёт завтра. Они реагируют после повышения цены. Я сейчас случайно это набрёт, потому что это нелогично. У меня был этот самый первый тренинг свой большой запускал. То есть не маленький, 100-долларовый, а большой. Я выписал за 500 долларов. Тренинг стоит 1000 долларов. 50% спектра. Выложил программу. И поставил цены. Вышли там, не знаю, 12 продаж первые. И я начинаю дорабатывать программы и добавлять мне модули. А ещё будет вот это. 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 И никто не покупает больше. То есть как? Сначала купили, потом всё ждут. И я потом... Мне это взбесило. Я подумал... Ну, если я не покупаю за 500, пусть ли хоть не покупаю за 600? Мне хоть не будет так обидно. Я как поднял за 600, у меня ещё 8 продаж. Я кладу так, стоп. В этом там всё-то нет. Надо поэкспериментировать. Опять, в следующей неделе укладываю. Будут вот такие ещё дополнительные модули. Семьсот. Ещё 12 продаж. То есть люди видят, когда у них скидки отпаливаются. Они приходят и покупают. Так что здесь это тоже важно. Единственное, они не должны видеть, с чего начинало. Если вот у вас написано, раньше цена была 999 рублей, а сегодня 180 тысяч. Из-за этой разницы они не уперли. Потому что, смотри, я слишком многое потерял. Поэтому мы показываем разницу только с предыдущим. Вот. Мы ещё раз подняли скидок. То есть мы не показываем разницу с самого начала. Я скидываю, понятно? Отлично. Дальше. После программы книги очень важно. Да. А если человек видит, что сначала начальную цель, он дубл. Потом дубл за 100 рублей. Пойдут. Вы подняли следующие 150. У нас багаж 150. Наверное, надо пойти. Но у него цах 100 уже в голове есть. Да. У него разрыв понятно, что есть. Но будут люди, которые... Как бы вы ни... Вот мы... Когда мы рекомендаем большое мероприятие, у нас задача сделать снова касание. В нашей целевой аудитории. Чтобы они с пару раз его увидели рекламу. И всегда после мероприятия, когда мы начинаем мероприятие в инстаграме, покупать, потому что попозже скажу. В комментариях сразу вижу. О! Мероприятие! А я не понял, не знал. А мы всего лишь ему... Смотри, 100 имейлов пришло. И 100 касаний. И соцсети, имейлы на сайте. Человек не видит. Белый шум. Поэтому есть люди, которые это не увидят. Даже если они будут меня учтать, они забудут, не увидят. Еще. Со временем ситуация у нас хуже. Почему? Потому что сегодняшнее поколение концентрация внимания не умеет удерживать. Мы еще можем выдержать 5 минут. Или 15 минут, даже час, четыре. Можем делать на то и то же. Если вы набираете людей, попробуйте взять людей из университета студентов. Что получается? Они не могут, но они дальше будут полчаса концентрироваться. У них физически не получается. Как бы они ни хотели. У клиентов еще хуже. У них как у рыбка гуппи. Три секунды последние, а не полных. Мы делаем компарсивные тренинги. И очень часто компарсивные тренинги заказываются в пятницу. Я когда прихожу в пятницу, помещаю. Я говорю, ребята, ну это потеряность денег. Все управляются. Почему? Я говорю, деньги? Они ничего не помнят. И звонят. Действительно они потеряли, что забыли? Я говорю, ну конечно же. У них все управляются. Особенно если молода опять. Чем моложе аудитория, тем четче эта проблема верна. Но это уже можно использовать. Так, с этим полностью понятно, что ли. Следующее. И опять, что я буду брать деньги, опять же если у вас будут вставать и уходить. Это нормально. Ну потому что, я коммерческий человек, я не знаю. Есть пойти бизнес, есть пойти копии. Для меня копия это когда ты платишь, а бизнес тогда это платят тебе. Мне сейчас нравится бизнесом заниматься. Но опять же есть раздель. Так вот смотрите. Мы когда смотрим деньги, которые приходят нам за мероприятие. У нас есть четыре точки, за которые мы берем. Первая это билеты. Билеты не только треть оборота. Если вы на билетах восстанавливаются, вы теряете две трети денег. Чтобы вы понимали. Вы недозабираете с этого же мероприятия две трети денег. Дальше. Продажа во время мероприятия. Это розница. И это продажа со сцены. Продавать со сцены умеет ли это кто? К сожалению. Даже если видно. Как это сделать? Людям очень тяжело повторить. Мы встретили продаж со сцены. Во-первых, у меня четыре версии представления будут в ютюбе. Меня можно найти в ютюбе. На моем канале они есть. И в принципе этого достаточно, чтобы начать базово продавать. Я тренинг повторяю каждый год перед своей конференцией. Я с питером, которые у меня выступают, обучаю продавать со сцены. Почему? Потому что иногда нужно продавать жестко. Особенно если вы знаете, что они сгорят. К вам больше никогда не придут. Ну не знаю. В пикап тренингах. Или в тренингах отношения. То есть. Ну нет. Отношения, конечно. У них постоянно одни и те же корабли. Они постоянно будут ходить на одни и те же мероприятия. В надежде, что следующий вообще не поменяется. А вот чем моложе аудитория, тем она более ревью. То есть. Каждый год она новая. То есть. С ними знакомиться можно и не знакомиться. То есть. Их можно не запоминать. Они всегда каждый год новые. И если у вас аудитория меняется, им нужно продавать жестко. Если аудитория не меняется, то постоянно ходят. Им нужно приучать к тому, что вы продаете. Но это где-то 20-25% от общего. Следующее. Это продавка после. Причем мало кто думает. Это продавка в доход. Вы можете рассылкой и обзоном продавать записи того, что было только что. Вы можете до продавать продукты спикеров после. И отдельно это спонсоры. Спонсоры и выставочная зона. Из этого состоит уже входящий период на многие мероприятия. Опять понятно, что если мероприятие 25 человек, там спонсоров очень сложно привлечь. Но. То есть. Поэтому describe пальцам и увы.